Ну и еще одна тема недели. Украина наконец-то получила первый транш из нового кредита МВФ. Ну вспомните, деньги ждали и в прошлом декабре, и в феврале. Решение все откладывалось и откладывалось. Ну и вот первый транш на этой неделе наконец-то пришел в Украину в эту пятницу. Первые 5 миллиардов долларов. Их разделят пополам. 2 миллиарда 800 миллионов пойдут правительству, ну а еще 2 миллиарда 200 миллионов получит Национальный банк. А всего за год Украина рассчитывает получить до 10 миллиардов. Сотрудничество с МВФ в Украине оценивают по-разному. Ну одни говорят, что без этих денег страна не выжила бы. Есть и те, кто уверяют, от кредита МВФ вреда больше, чем польза. Мол, страна согласилась на кабальные условия. Давайте прямо сейчас в этом разберемся. К нам гость подъехал в студию. Проходите, пожалуйста. Вечер добрый. Игорь Мазепа, генеральный директор инвесткомпании Concord Capital. Добрый вечер. Скажите, те условия, на которых мы получили эти деньги, многие говорят, что они чересчур жесткие. Вот только что на вашем месте, буквально 5 минут назад, стоял бывший министр ЖКХ, который говорит, что Украина могла и до 2017 года повышать тарифы. Мы повысили уже. Многие из тех, кто нас сейчас смотрит, болезненно переживают, что пенсионный возраст повысит. Многие болезненно переживают, что гривну отпустили в свободное плавание. И все ради кредита МВФ. Был шанс выторговать лучшие условия? Вопрос в том, что эти деньги, эта программа важны не для чиновников МВФ и не для западных правительств. Эти деньги, эта программа и те реформы, которые Украина обязана выполнить, она важна в первую очередь для самих украинцев. Если мы говорим про тарифы ЖКХ, если мы говорим про валютный курс, если мы говорим про многие те вещи, изменения, которых ждет население и народ, и бизнес, то, например, вы же не можете скупать картошку по 10 гривен у селян и продавать ее потом на базаре по 5 гривен. Так же само вы не можете производить электроэнергию по 10 гривен и продавать ее по 5. По крайней мере, так долго не протянется. Поэтому то, что начинает происходить сейчас, оно должно было произойти еще точно год назад, а вообще по-хорошему еще 23 года назад. Эти изменения нужны не МВФ, эти изменения нужны Украине. Скажите мне, а вот те деньги, которые Украина сейчас получила, а куда они пойдут? Вот мы этот пирог нарисовали, все там в газетах, на телевидении видели, что 2,8, 2,2, огромные суммы, миллиарды, что-то пойдет надбанку, что-то пойдет к обмину. А как их государство тратить будет? Не окажется ли, что деньги уйдут в пустую и к концу года мы останемся опять только с долгами? Ну, половина денег пойдет действительно к обмину, половина денег пойдет в национальный банк. Те деньги, которые пойдут в национальный банк, они предназначены на пополнение золотовалютных резервов. Во-первых, это дает больше стабильности государству, во-вторых, таким образом национальный банк сможет влиять на стабилизацию курса гривны, когда это будет необходимо. Что у нас произошло 2 недели назад или 3, когда курс на улице долетел до 40? Простите, я правильно вас услышал, что теперь гривна скакать уже не будет, что будет вот эта вот подушка для того, чтобы ее сдерживать? Ну, во-первых, снимется спекулятивное давление, потому что значительная часть вот этого движения курса, она была именно из-за того, что в ожидании, что гривна свалится с 25 до 40, все бежали в ларьки и продавали гривну, покупали доллары. То есть вот эта часть покупателя, она уйдет. Во-вторых, в такие критичные моменты национальный банк просто сможет без всяких дополнительных ограничений этих мер продавать валюту на рынке. Это что касается национального банка. Теперь что касается правительства. Когда мы говорим о том, что это деньги идут в бюджет, мы говорим правительству или к обмину, мы говорим о том, что за счет этих денег в том числе правительство сможет покрывать дефицит бюджета. Это значит, что снова-таки он берет этот доллар, который получил от МВФ, идет на рынок, меняет. То есть есть предложение валюты на рынке, он получает гривну. И этой гривной рассчитывается с пенсионерами, рассчитывается с социальной сферой. В том числе направляет эти деньги на субсидии тех граждан, которые не могут себе позволить платить высокие тарифы за газ, за электричество, за воду и так далее. Скажите, что в жизни маленького украинца изменится после того, как мы получили эти деньги? Вот если просуммировать ваш ответ, мы получим стабильную гривну и стабильные социальные выплаты или не совсем так? Во-первых, мы получим стабильную гривну на какое-то более-менее понятное время вперед. Какой вы курс прогнозируете? До 25. То, что всем болит. До 25, я думаю, что не пойдет больше. Во-вторых, по крайней мере, люди, которых не уволили и которые будут продолжать работать в социальной сфере, они точно будут получать свои заработные платы. Вовремя. Следующий вопрос – это вопрос, мы уже обсудили курсы, и вопрос стабильности. То есть я, если у меня нет уверенности, что мои гривны обесценятся, я бегу в ларек и покупаю доллар. Для того, чтобы у меня побежать в ларек и купить доллар, я сначала бегу в банк и забираю оттуда свой депозит. Я в результате, благодаря этой программе, ожидаю в том числе стабилизации на финансовом рынке. По крайней мере, я не ожидаю отток депозитных средств. Может быть, даже будет приток. Это, в свою очередь, даст вот такую маленькую, но тем не менее, лучину жизни для банковской системы и в том числе для экономики. Спасибо большое за ваш прогноз. Спасибо, что обнадежили. Игорь Мазепа, генеральный директор инвесткомпании Concord Capital, был с нами. Спасибо большое. Спасибо, но будем действительно надеяться, что вот эти деньги МВФ запустят тот огромный маховик, о котором вы сказали. Я думаю, все будет в шоколаде, да. Ваши слова, да богу бы в уши.